В тот день все было как обычно. Женщина обслуживала клиентов. После обеда к ней подошел мужчина и, угрожая ножом, потребовал выручку. Сейчас пишите ваши действия. Действия спонтанные. Зашел, увидел, совершил. Чем угрожает? Холодным оружием. Ножом. Испуганная женщина пыталась оказать сопротивление. Но требования преступника становились все жестче. Злоумышленник забрал деньги и закрыл женщину в помещении. Ключ выбросил неподалеку от пункта обмена валют. Пострадавшего освободили спустя некоторое время, после того, когда ее крики услышали прохожие. Они и вызвали милицию. Благодаря старанию оперуполномоченных уголовного розыска, личности подозреваемых установили быстро в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. По месту жительства оба были задержаны ранним утром бойцами спецподразделения «Беркут» и оперуполномоченными уголовного розыска. Злоумышленниками оказались жители Севастополя и Одессы. Один из них ранее был судим за кражу. Сумма ущерба порядка более 15 тысяч гривен общая. В настоящее время доказана их причастность к совершению семи аналогичных преступлений. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению их причастности к совершению нераскрытых разбойных нападений. Объектами их посягательств, кроме пункта обмена валют, стали букмекерская контора, ломбард и несколько продуктовых магазинов. К преступлениям злоумышленники готовили заранее, выбирали объект, наблюдали за работой продавца или кассира, смотрели куда и как прячут деньги, есть ли камеры видеонаблюдения, как часто кассиры отлучаются с рабочих мест. Выбрав удобный момент, когда в помещении не было людей, заходили, угрожали ножом и забирали выручку. Сумма ущерба колебалась от 500 до нескольких десятков тысяч гривен. Совершив разбойные нападения, закрывали кассира в подсобке или любом помещении, где не было телефонной связи. Выбрасывали ключ и скрывались. Ну он безработный, у меня двое детей малолетних, тоже работы систематической нет. Такая вот идея пришла ему в голову. Он объяснил так, что мне делать ничего не надо будет. То есть стоять, как он выражался, тылы прикрывать. В настоящее время в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжение следует... Продолжение следует...